Всем привет дорогие друзья! Недавно я анонсировал сегодняшний выпуск видеоролика именно о том, почему пенится топливо. Многие замечали, когда ты проезжаешь на какую-нибудь брендовую заправку, заполняешь свой бак топливом или допустим набираешь его в канистру, то последнее время замечается, что топливо очень сильно пенится. Независимо от того, бензин это, либо дистопливо. Многие по дистопливу ссылаются, что якобы содержание каких-то присадок в дистопливе позволяет ему пениться. Но, друзья мои, если жидкость просто прокачивается, чего она должна вспениваться? А бензин? Бензин чего вспенивается? Сегодняшняя тема видеоролика именно об этом. Друзья мои, я о пене знаю много, так как работаю непосредственно с пеной. Да, это не бензиновая пена, но пена. Что такое пена? Откуда она образовывается? Какая стойкость пены? Я вам скажу так, бензины и дистопливо не содержат таких веществ, которые вспениваются. Получается так, что дистопливо из-за своей маслянистой структуры немножко дольше держит пену из-за того, что топливо заранее подготовлено. Что делают на заправках? Откуда появляется пена? Друзья мои, если насос без воздуха просто прокачивает топливо под определенным давлением, получается, что топливо в такой жидкой фазе заливается в бак. Вы обратили внимание, что пена то не держится? Пена падает сразу, то есть вот она пена заходит или в канистру, или в бак. И она моментально садится, то есть стойкости пены нет. Нет в бензине пенообразователей. Но есть другая фишка. Топливо насыщается воздухом. Да, друзья мои, не удивляйтесь, действительно воздухом. Каждый из вас знает газированные напитки. Но как они готовятся, многие не знают. Существует такое выражение, как поглощение жидкостью газов. Друзья мои, когда производится газирование напитков? Получается так, что вода поглощает углекислый газ. При определенном давлении происходит смешивание воды с газом, и вода поглощает в себя газ. Когда мы открываем бутылку, газ начинает вытесняться из воды, и таким образом получается, что газ выходит. Получается газировка. Друзья мои, когда бензин насыщают воздухом, это делается на оборудовании, специальном оборудовании на заправке. Это именно заправочные колонки делают. Получается так, что топливо насыщается воздухом. Топливо поглощает в себя часть воздуха. И когда мы заливаем себе в бак, или нам заливают заправщики топливо в бак, воздух из топлива освобождается, создавая пену. Для чего это сделано? Да для того, чтобы нас, друзья мои, надурить. Конечно же надурить. Когда топливо, насыщенное воздухом, его объем незначительно, но увеличивается. На качество топлива повлиять это никак не может. Объем топлива вам проходит через датчики всевозможные, которые считают литры. Он не меняется. Он заходит общий объем, но насыщенный воздухом. И когда этот воздух покидает нашу жидкость, а в данном случае жидкость это бензин, либо дистопливо, воздух покидает наше топливо, и соответственно объем топлива уменьшается. Вот такая вот интересная штука, друзья мои. Но об этом, друзья мои, знают только избранные. Специальные настройки, небольшие манипуляции с колонкой, и у вас идет уже газированное топливо. Но газированное не углекислым, допустим, газом, а обыкновенным воздухом. Вот так все просто, друзья мои. Конечно, сейчас многие начнут крутить у виска, скажут, что я далекий в этом деле. Но, друзья мои, если вы такие умные, тогда объясните мне, каким образом получается так, что к вам в бак попадает газированное топливо. Раз оно пенится, значит оно в любом случае освобождает воздух, которого оно насыщено. А откуда оно может быть насыщенное воздухом, если оно залито в бочку? Значит, по пути от бочки, именно которая закопана емкость, до вашего бака, топливо насыщается воздухом. И вот таким вот образом вы получаете газированное топливо. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас немножко открыл глаза, и теперь вы больше знаете о заправочных станциях и о том, что происходит вокруг нас. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием на них буду отвечать. Будьте здоровы, всем пока!